Сессию, которая представляет собой, лекцию профессора Роберта Монцера. И я хочу сказать, что нам не сказано повезло, что он первый раз в России, первый раз в Москве. И это тот человек, вклад которого в развитие лекарственного лечения больных с инфраструктуром раком почвы сейчас трудно переоценить. Достаточно упомянуть то, что та классификация, которая используется с 2000 года в прогностическое, она была разработана профессором Моцаром. И данный доклад будет посвящен общим проблемам лечения больных с инфраструктуром раком почвы. И, пожалуй, профессор Моцар – это наиболее опытный, наиболее просвещенный в этой области человек. Я хотел бы благодарить Дмитрия Носова за приглашение на эту конференцию и выступить о тему лечения рака почки. Мы работаем в разных исследованиях, посвященных раку почки. Доктор Носов является уважаемым членом нашего глобального сообщества, занимающимся проблемой лечения рака почки. Сегодня мы рассмотрим те успехи, которые были достигнуты в лечении этого заболевания. Что касается фона, то рак почки мы всегда считали наиболее сложным раком для лечения, поскольку речь идет в основном о плохом прогнозе. В течение более 20 лет системная терапия в основном была ограничена применением цитокинов, интерферона, интерликена-2. А это давал очень небольшой выигрыш медиана без прогрессивной выживаемости, составляло 3-5 месяцев, а общая выживаемость где-то год составляла. В последнее время наблюдались значительные успехи при лечении метастатического рака почки, когда появились таргетные препараты, которые сейчас заменили интерферон, интерликен-2 в большинстве стран мира. Данные успехи стали возможными в результате лучшего понимания биологии опухоли, которая стоит за светлоклеточным раком почки, который является наиболее часто распространенным раком почки. Есть мутация гена, которая обнаруживается в большинстве таких опухоли. Это ген VHD, который ангиогенез и рост опухоли определяет. И вот этот тумор-супрессор ген является важным классом генов, который направляет образование кровеносных садузов и развитие опухоли при светлоклеточном раке почки. Как только мы это начали понимать, начали разрабатываться молекулы, таргетные, в основном в фармацевтической промышленности, и с тем, чтобы их характеристики соответствовали раку почки. Здесь вы видите таргетные препараты, которые имеют направление действия на пути ангиогенеза, то есть те пути, которые заставляют развиваться кровеносные сосуды. Серафиниб и санитениб блокируют рецептор сосудистого энтериального фактора роста. Бевоцезумаб связывается с рецептором фактора роста. VGF, ингибиторы МТОР и Равдомицин блокируют МТОР, который является основным переключателем, который регулирует ангиогенез. Эти препараты были разработаны где-то около 2000 года, и поскольку их характеристики соответствовали раку почки, и благодаря тому, что испытывалась огромная потребность в новых препаратах для лечения рака почки, эти препараты испытывались на таких пациентах. Но затем начали при других раках использоваться, но первые рандомизированные исследования проводились при раке почки. Первые показания к использованию серафиниб и санитениб – это рак почки. Первые поворотные исследования и показания для темсомоливус и эворолимус – это тоже рак почки. Сейчас рак почки является некой моделью при разработке новых препаратов, направленных на подавление неоангиогенеза. Здесь вы видите разные препараты, которые исследовались в разных исследованиях и которые затем были разрешены к применению. Здесь пересчитываются европейские санитениб, серафиниб, ватезумаб, темсоролимус, эворолимус и пазопониб. Все бы они исследованы, изучены в рамках исследований и получили разрешение на определенные показания. В США все шесть препаратов зарегистрированы по этим показаниям и мы хотели бы также получить соответствующие показания для применения в России. Здесь вы видите показания к применению этих шести разных препаратов, которые были зарегистрированы в России. Надеюсь, что я не допустил никаких ошибок в этой таблице. Здесь вы видите ту парадигму, которую мы применяем при лечении запущенных форм рака почки. Это светлоклеточный почечноклеточный рак, первая линия. Мы подразделяем пациента в зависимости от оценки рисков. У нас есть шкала рисков, разработанная в мемориальном центре Слоу Кэтрин, сунитенибе, ватезумаб плюс интерферон альфа или же пазопониб, причем доказательства высокого уровня третьей фазы. Плохие риски, согласно этим критериям, подразумевает использованием саралимуса и сунитенибе и терапия второй линии после прогрессирования интерферона интерликина-2, сарафениб. После прогрессирования на интерфероне и сарафенибе и сунитенибе данные третьей фазы говорят в пользу применения веролимуса. Вы, наверное, отметите, что есть разные варианты для разных ситуаций. Нет какого-то одного препарата. Почему? Потому что эти препараты разрабатывались параллельно. И, в общем-то, обстановка менялась очень быстро. Я в своей презентации ставлю несколько вопросов, которые, мне кажется, важными, согласно моему опыту. Итак, какой терапии первой линии вы предпочитаете для больных с благоприятным прогнозом и промежуточным? Здесь вы видите разные исследования с аппаратным препаратом, которые были проведены на фазе 3, которые привели к регистрации по определенным показаниям, как терапия первой линии. И, наверное, все эти препараты, за исключением темсоролимуса, в основном эти исследования проводились больными с благоприятным и промежуточным прогнозом. Санитениб, Бевоцезумаб, плюс интерферон в двух исследованиях, сарафениб, меньшее исследование второй фазы. Там не было интерферона. Казалось, что сарафениб не лучше, чем эндофилинер. И сарафениб не является нашим первым выбором для терапии первой линии. И позапониб также в фазе 3. Пара наблюдений по этой таблице. Санитениб, исследование проведено на большом количестве больных, 750, высокая частота ответов, почти 50%, улучшение беспрогрессивной выживаемости и общей выживаемости. Бевоцезумаб, плюс интерферон, также улучшение беспрогрессивной выживаемости. Но, конечно, вы видите, что различия здесь не такие выраженные. Что касается сарафениба и позапониба, то кажется, что в качестве терапии неплохие результаты, но здесь больных не так много, 223. Я лично считаю, что стандартом терапии первой линии при раке почки в 2011 году является санитениб. Мне кажется, что этот вывод базируется на доказательствах самого высокого уровня и глубины. В этих исследованиях санитениб сравнивали с интерфероном, который был стандартом терапии первой линии. И здесь показано улучшение беспрогрессивной выживаемости 11,5 месяцев в среднем. Хорошая частота ответов, самая высокая частота ответов по сравнению с любым другим препаратом, который используется для лечения рака почки. Кроме того, наблюдался я определенные выигрыши выживаемости на терапии санитенибов по сравнению с интерфероном. Здесь вы видите, личина АП составила 0,05. И почему? Потому что было переключение в этом исследовании. Многие больные, которые прогрессировали на интерферонию, переводились на санитениб. И когда мы видели серьезное улучшение беспрогрессивной выживаемости, мы, в общем-то, подключили еще один вариант, когда они получали санитениб, когда давали прогрессивные препараты. И здесь вы видите 2,5 года общая выживаемость. И в эпоху таргетных препаратов это уже стало ориентиром для них, поскольку все исследования с цитокинами показали общую выживаемость на уровне 12 месяцев. Качество жизни. Исследования сравнили санитениб с интерфероном. По всем шкалам, по всем географиям и популяциям больных было показано выигрыш выживаемости в качестве жизни на санитениб по сравнению с интерфероном. И, наконец, была изучена безопасность препарата на тысячах больных, лечившихся санитенибом. В большом исследовании Аксесс. Таким образом, уровень доказательности фазы 3 на этой популяции больных, надежная активность, выигрыш выживаемости, улучшение качества жизни, много данных по безопасности. И поэтому в 2011 году мы получаем самое убедительное доказательство по санитениб. И я его применяю за рамками протоколов. Но есть и другие исследования. Есть другие препараты, которые могут стать конкурентами санитениба. Например, фазопониб. Глазка, смитлайн. Исследования третьей фазы дали не очень убедительные результаты, как по санитениб. Смешанная популяция больных, ранее нелеченных больных, или же прогрессирующая на цитокинах. И не было группы сравнения в виде группы плацебо. И тем не менее, в этом исследовании результаты выглядят очень хорошо. И сопоставимы с результатами при терапии санитениб. Например, у ранее нелеченных медианная выживаемость 11 месяцев вставляется. Похоже на нас. Но разные нежелательные явления здесь отмечаются. Меньше усталость, кожной токсичности нет. И нет признаков сердечной токсичности. И на щитовидную железу. Одно нежелательное явление, связанное с пазапонибом, которое более выражено, это печеночная токсичность. У одного из 10 больных, пролеченных пазапонибом, развивается степень 3 или 4 гепатотоксичность или гепатит. Поэтому, когда речь идет о решении, какая терапия первой линии является оптимальной, то мы должны вспомнить об этом исследовании Компаст. Это прямое сравнение пазапониба и санитениба. Я рассматриваю это как своеобразную битву гигантов. И сейчас это исследование расширено для того, чтобы включить 11 тысяч пациентов. Самое крупное исследование будет в этой области. Мы надеемся, что скоро данные будут получены, и мы узнаем, кто победитель из этих двух тяжеловесов. Первичная конечная точка – это беспрогрессивная выживаемость. Это не исследование, которое должно подтвердить, что данный препарат не хуже, чем препарат сравнения. И второй вопрос, который мы должны задать. Итак, для плохого риска, какой у вас будет самый хороший выбор терапии первой линии? Для вашего сведения могу сказать, когда мы говорим о хорошем или плохом риске, мы говорим об этих критериях, которые были еще предложены в мемориальном центре Слоун Кэтринг, MSKCC. То есть мы видим, что здесь прогностический фактор короткой выживаемости и число факторов, которые связаны с непродолжительной выживаемостью. Это плохой показатель по Корновскому, менее 80% небольшое время от начала диагностики рака почки до начала системной терапии, в данном случае интерфероном, анемия, высокий уровень ЛДГ и высокий уровень сырочного кальция. И оказалось, что все эти факторы независимы друг от друга, связанные с небольшой выживаемостью. Если нет таких факторов, то это глупо, благоприятного риска 1 или 2, это промежуточный риск, а 3 или более, то это группа плохого риска. По большей части различия в терапии для этих групп плохих, промежуточных и хороших. То есть первые две лечатся с унитинивом с одинаковой эффективностью, а вот в группе плохого прогноза мы здесь уже речь ведем о темсоролимусе. Данный препарат темсоролимус был изучен в этом исследовании. Некоторые российские центры принимали участие в этом исследовании. Оно проводилось в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Больные с признаками плохого риска. Когда мы разрабатывали дизайн исследования, не сами исследователи разрабатывали его, мы разрабатывали это именно для глупо-плохого риска, согласно нашим критериям. И набор пациентов шел медленно, поскольку таких больных не так много. Кроме того, дополнительные факторы риска были предложены спонсором исследования. Это было исследование с тремя группами. энтероферон, темсоролимус или же комбинация того и другого. И было показано выигрыш по выживаемости в группе темсоролимуса по сравнению с двумя другими группами. Почему комбинированная терапия не дала ожидаемо ожидаться, поскольку доза темсоролимус ниже была, и комбинация оказалась слишком токсичной для наших пациентов. Таким образом, темсоролимус 25 мг внутривена удлиняли выживаемость крупным исследованием, которое проводилось специально по этой категории больных. Кроме того, еще необходимо отметить пару характеристик этого исследования. Мы будем об этом говорить и позднее. Это было единственное исследование, в которое включались разные типы почечноклеточного рака. В основном, раньше речь шла о светлоклеточном, а здесь и были и папиллярные и другие клеточные типы рака почки. Кроме того, когда мы посмотрели на группы риска, я уже говорил вам, что мы же планировали это исследование, проводили в основном для группы плохого риска, но, тем не менее, мы добавили дополнительные факторы риска, и когда мы строго придерживались наших критериев, то увидели, что в основном выигрыш по этому препарату был именно для этой больницы, которая соответствовала строго критериям плохого риска, мемориального центра Слоуна и Кэтрин. Кроме того, стемсоролимис должен внутривенно вводиться раз в две недели. Это неудобно для больных. Здесь вы видите таблицы, показывающие исход на основании тех данных, которые есть по другим препаратам для той же группы больных. больных плохого риска включали в исследование сунетинибой, но менее 10% имели плохой риск. Таким образом, есть определенные данные, которые подтверждают эффективность этих препаратов. Если больной относится к группе плохого риска, то он, конечно, должен получать сунетиниб в некоторых случаях, когда он может лечиться амбулаторно. Если больного рвет, то темсороримус предпочитается, но сунетиниб как перориальный препарат тоже может использовать для лечения некоторых больных. Какова оптимальная последовательность препаратов второй и третьей линии? Когда эти препараты появились, и мы начали больных лечить каким-то из них, больные постепенно прогрессировали. И мы начали последовательно назначать другие препараты. Здесь вы видите данные по применению таких последовательностей, когда больные лечили саруфениб и после этого показали прогрессию. Эверолимус сравнивался с плацебо, сунитениб после прогрессирования на саруфенибе, сунитениб, которые оказались резистентными к веоцизумабу, саруфениб и веоцизумаб плюс эверолимус. Данные третьей фазы были получены только по эверолимусу. Это ингибитор МТОР пероральный. В общем-то наблюдается некая путаница прогрессирования на сутенебе прогрессирования и что им давать? Ингибиторы терезинкиназа или эверолимус? Мне кажется, что данные говорят в пользу перехода на эверолимус. И этот вывод основывается на данном исследовании третьей фазы. Показано, что эверолимус дает нам лучшие результаты после прогрессирования на других препаратах по сравнению с плацебо. В этом исследовании был переход больных из одной группы в другую, когда больные получали плацебо. Но если шло прогрессирование, мы быстро переводили на эверолимус. Более 80% больных из группы плацебо были переведены на эверолимус. И здесь вы видите, что нельзя было получить данных по выживаемости как критерий эффективности. Вы видите, что прогрессирование идет на инвитрах теразин кеназа, то можно переходить на эверолимус в качестве терапии выбора. Относительно этого исследования, могу сказать, что это не было исследованием чисто терапии второй линии. больные могли получать разные линии терапии. Они могли получать либо сарафини, либо оба ингибитора теразин кеназа или другие варианты терапии. Но в любом случае, когда мы взяли эту популяцию больных, то среднее число предшествующих терапий было на уровне трех. разрешение противоречия. Что лучше, оставаться на ингибиторах теразин кеназа или же переводить на другой препарат? Могу сказать, что было проведено исследование, которое сейчас поддерживается Pfizer. Это прямое сравнение темсоролимуса и сарафиниба. То есть темтор сравнивает с ингибитором теразин кеназа, если есть прогрессирование на сарафинибе. Набор пациентов завершен, и мы надеемся, что в этом году позднее на встрече в АСК будет уже представлены результаты или на встрече в октябре следующего года. И здесь мы получим данные по второй и третьей линии терапии. Что касается комбинации таргетных препаратов, мы считали сначала, что если мы начнем сочетать препараты, то получим хороший выигрыш. Однако мы увидели, что когда мы даем вместе препараты, мы получаем лишь дополнительную токсичность. И поэтому лучше всего давать их последовательно. Были проведены исследования в нашем мемориальном центре по оценке разных комбинаций. И результаты поддерживаются результатами Вернадо Скудия, который провел рандомизированные исследования, опубликовал в журнале Лансе 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 Антон Колледжа. Вы видите Бевац Зумаб, там Саралимус или же Сунитениб, небольшая группа. И что здесь было отмечено? Не было выигрыша в рамках этих ограниченных исследований по что по этим комбинациям. Кроме того, Вернадо Скудия и его коллеги отметили, что токсичность при комбинации была довольно намного выше, чем в других обычных группах, например, желудочно-кишечной токсичности и кровотечения. Таким образом, что касается комбинаций препаратов, то наибольше изучалась комбинация Бевоцезума плюс темсоролимус. Она оценилась в исследовании фазы 3 интеракт и надеюсь, что результаты будут уже в следующем году, но тем не менее, Бевоцезума плюс темсоролимус не должны рассматриваться стандартной терапией за рамками клинических исследований. Больше токсичности данных в пользу того, что боль действует более эффективно нет. Итак, какие новые препараты, которые могут что-то новое привнести? Разработываются разные препараты, которые в настоящее время оцениваются и, может быть, в течение ближайших 5 лет будут стандартом лечения. я становлюсь на двух. Это IV859, это молекула, которая авионом предложена, это и то, и другое, это ингибиторы теразинкиназа с высокой селективностью относительно VEGF. Экзотениб. Окзотениб оценивался в рамках третьей фазы исследований. Целый ряд центров из России принимали участие в этом исследовании, ввели набор больных. Это исследование по второй линии после прогрессирования на терапии первой линии получали либо окзотениб, либо сарафениб. не веролимус, поскольку данное исследование было начато до того, как веролимус был зарегистрирован. Здесь вы видите характеристику больных, включенных в это исследование. И что касается терапии первой линии, то есть это была и системная терапия, смешанная, туда входят и санитимивы, и цитокины, или же бевицезмабы, где там веролимус, то есть первая терапия вещь довольно разнородная, какой-то специфической терапии для лечения рака почки не предложена. И здесь вы видите медиана беспрогрессивной выживаемости оказалась больше в группе оксетениба по сравнению с сарфенибом. А безопасность тоже была разной. Гипертония чаще ассоциировалась с оксетенибом, но, например, ладонно-подошвенный синдром кожного высыпания были реже на сарфенибе. Таким образом, оксетениб сейчас исследуется и он находится на рассмотрении у ФДА и другие страны также скоро могут зарегистрировать этот препарат. Тивазониб еще один ингибитор теразинкиназа он является высоко селективным по относительным рецепторам ВГФ который является основной мишенью при раке почки. Как и следовало ожидать высокий уровень активности при светлоклеточном раке довольно длительной и медианной без прогрессивной выживаемости и эффективность препарата была отмечена и при других клеточных типах рака лёг почки. Что касается нежелательных явлений то данный препарат и другие селективные ингибиторы теразинкиназа имеют разные спектры нежелательных явлений. Мы наблюдаем такие как гипертония или дисфония которые связаны с определённой мишенью но есть и другие не связанные с мишенью но тем не менее являются неприятными которые были более характерными для первого поколения ингибиторов теразинкиназа здесь вы видите ещё одно исследование третьей фазы многие из вас принимали в нём участие сравнение тивазониба и с рафиниба авиан так сказать разработчик этой молекулы принимает участие в проведении этого исследования это поворотное исследование третьей фазы и мы надеемся что результаты будут представлены к ежегодной встрече АСКО в США в июле лечение не светлоклеточного почечноклеточного рака и саркоматоидного рака почки патоматологическая классификация рака почки была разработана последние 10 лет до этого были самые разные формы но некоторые группы выделили основные категории это светлоклеточные преобладающие 75% а здесь не светлоклеточные раки почки какие основные это папиллярные рак почки и хромофобные раки почки в общем эти типы трудно лечить они редки больных немного для того чтобы оценить действия каких-то разработанных препаратов при таких раках почки здесь вы видите анализ выживаемости опубликованный в джернел о клинике лакологи и здесь вы видите выживаемость по разным категориям хромофобный рак почки имеет самую хорошую выживаемость это заболевание идет бессимптомно в течение многих лет и иногда тем не менее мы видим очень агрессивное поведение которое имеет уже саркоматоидные черты но здесь прогноз лучше в этой категории чем у других несветлоклеточных типов и здесь вы видите популярные собирательных канальцев они связаны с очень плохим прогнозом медиана выживаемости составляет 8-9 месяцев очень мало данных есть о полезности таргетной терапии при таких несветлоклеточных раках почки по большей части использование препаратов также распространялось на популярные раки почки но в общем-то данных у нас особых нет есть какие-то данные из исследования по темсоролимесу там тоже включились больные несветлоклеточным раком почки мы считаем что темсоролимес является эффективным препаратом но данные не очень убедительны прежде всего число больных с такими раками было ограничено и затем сравнение было здесь с интерфероном то есть относительно лучше темсоролимес вел себя чем интерферон при несветлоклеточном раке почки в сравнении со светлоклеточным может быть эти опухоли не так хорошо поддаются интерферону и здесь влияние интерферона другое а здесь интерферон никак не работает поэтому и картина лучше получается то есть небольшое число больных и не было независимого эксперта для подтверждения хромофобного типа кроме того оценивался и сунтиниб при лечении несветлоклеточного рака почки исследование второй фазы проведенной в нашем мемориальном центре практически такие же результаты были получены иногда наблюдается ответ на сунтиниб и при несветлоклеточном видим и стабилизацию процесса однако степень выигрыша отличается от того что мы видим при светлоклеточном раке почки саркоматоидный рак почки не является каким-то клеточным типом рака почки могут быть и саркоматоидные хромофобные и светлоклеточные раки почки поэтому когда речь идет о саркоматоидном раке почки мы видим вот такую картину здесь мы видим и биологию лучше иногда мы видим ответ на сунитениб при саркоматоидных обхолях но по большей части выживаемость остается очень небольшой как же таргетные препараты могут сочетаться с операцией вопрос который всегда встает какова роль циторедуктивной нефрактомии в эпоху таргетных препаратов в общем-то данных у нас нет есть какие-то исследования третьей фазы которые проводились с этой целью одно во Франции друг еще где-то но мы считаем что было проведено два рандомизированных исследований показывающих выигрыш выживаемости при применении циторедуктивной нефрактомии и терапии с токинами основная проблема заключается в правильном отборе больных здесь выявите рекомендации которые помогают нам понять каким больным нужна циторедуктивная нефрактомия до начала таргетной терапии с унитенивым или другим препаратом во-первых для уменьшения объема опухолебри отсутствие метастазов ЦНС хорошие легочные сердечные функции хорошие функциональные состояния это должен быть светлоклеточный рак гистология кроме того если мы выполним циторедуктивный нефрактомид получаем большой хирургический макропрепарат который используется для обстановки точного диагноза и определения клеточного типа опухоли есть большой интерес к применению этих препаратов в адевантной схеме то есть почка удаляет но высок риск рецидивов здесь вы видите три разных исследования которые были проведены с применением таргетных препаратов при раке почки здесь вы видите исследования проведенные в США азер сонетени псорофени ба плацебо сравнивались в Европе было проведено исследование когда сарофени давался неодевант на схеме и еще одно исследование сонетени сравнивался с плацебо и это исследование и то уже завершили набор пациентов а сейчас проводится исследование о котором я хотел бы вспомнить это использование позапонива в качестве одевантной терапии это исследование является наиболее многообещающим с хорошим дизайном это полторы тысячи пациентов при светлоклеточной гистологии опухоли большие ПТ2 опухоли все больные с положительными узлами или Т4 первичная конечная точка безрецидивной выживаемости и 1500 больных много больных таким образом мощность должна быть достаточной для того чтобы подтвердить наличие различий и более 400 больных уже было набрано год назад и мы конечно зависим но во многом от российских центров которые помогают нам набирать больных и проводить это исследование по-моему 6 центров участвуют в России еще 4 которые будут набирать больных вскоре итак что касается выводов таргетная терапия это вариант лечения становится стандартом при почечноклеточном раке в основном цитокины были заменены на эти разные таргетные препараты и у нас есть разные препараты для лечения рака почки метастатического самое главное это выбрать наиболее активный препарат для наших больных и конечно мы пока еще не знаем почему опухоли могут развивать резистентность у нас есть маркеры нет маркеров ответа таким образом мы считаем что изучение биологии опухоли при почечноклеточном раке является приоритетной задачей я на этом закончу свою лекцию и сейчас готов ответить на ваши вопросы благодарю за внимание спасибо за интересный доклад у меня вопрос согласны ли вы со мной что когда мы говорим что лучше таргетная терапия или иммунотерапия при раке почки мы можем говорить что лучше только два препарата это сунитениб и темсиролимус которые изучались в прямых исследованиях по сравнению с иммунотерапией для других препаратов мы не можем сказать лучше они иммунотерапии или нет таких как позапониб афинитор так как они не изучались в прямых исследованиях с иммунотерапией сунитениб сравнивалось с энтерфероном вейваться за мап плюс энтерферон сравнивали с интерфероном темсиролимус сравнивался с интерфероном Вот эти три препарата действительно сравнивались с интерфероном и показали улучшение беспрогрессивной выживаемости. Эверолимус не сравнивался с интерферонами или же с цитокинами, поскольку был разработан позднее, чем другие. И вопрос сравнения Эверолимус уже, так сказать, оказался нерелевантным, поскольку цитокины в качестве второй линии использования. И я использую интерферон. По-прежнему начал где-то в середине 50-х годов, и, может быть, у меня самый большой опыт применения интерферона не только в США, но и в мире. И я не могу сказать, что новые препараты могут иметь серьезные преимущества по сравнению с интерфероном. О роли иммунотерапии в первой линии. Если мы назначим в первой линии интерферон, то мы знаем, что выживаемость без прогрессирования составляет 5 месяцев в первой линии. Если мы затем назначим сунетиниб после интерферона, мы знаем с позиции доказательной медицины, что выживаемость без прогрессирования 8 месяцев. И после сутента, если мы назначим афинитор, то выживаемость без прогрессирования 5 месяцев. Таким образом, общая выживаемость без прогрессирования составляет 16 месяцев. Если мы начнем с сунетиниба, а затем афинитора, то мы получим только, вернее, в первом случае 18 месяцев, а если мы начнем только с таргетных препаратов – 16. Кроме того, количество линий может влиять на общую выживаемость. Согласны ли вы со мной, что интерферон может рассматриваться как, в данном случае, первая линия? И если нет на данный момент, интересно ли такое исследование? Нет, с этим я не согласен, пожалуй. Такого рода сравнения нельзя делать, когда вы берете без прогрессивную выживаемость из одного исследования, переинвестия на другую. Сунетиниб сравнился с интерфероном. И был показан выигрыш по качеству жизни. Много работ было опубликовано на эту тему. Темсоролимус также выигрыш в качестве жизни дает. Вопрос не о применении интерферона до таргетной терапии, а в оптимальном начале таргетной терапии. Многие больные с почечным клетчатым раком имеют медленно растущие опухоли. У них определенное время стабильное развитие процесса идет. И, может быть, есть опухоли благоприятного риска, согласно нашим критериям. И вопрос не в том, давать что сунетиниб или интерферон. А нет, в какой правильный момент времени начать сунетиниб давать. Мне кажется, что когда приходит пациент, я не сразу назначаю препарат. Я, как правило, наблюдаю за больным, выполняю КТ, другие методы визуализации, применяю. И если я вижу такие прогрессирования, образование новых очагов, появление симптомов, тогда мы начинаем таргетную терапию. Я не думаю, что сейчас мы должны обсуждать сравнение интерферона и таргетных терапий. Нет. Мы должны обсуждать оптимальное время начала таргетной терапии. Конечно, разные факторы влияют на это. Доступность препаратов, экономические какие-то факторы. Но если есть то и другое, и речь не идет о цене, то тогда таргетная терапия должна выбираться. В нашей стране, США, использование интерферонов и интерликена-2 буквально за ночь сошло со сцены, когда у нас появились новые таргетные препараты. Как раз повторить, я просто был в наушнике. Я вас не понял. Что касается несветлоклеточной гистологии, можем ли мы работать с данными, полученными из расширения исследований АКСС? У нас, в общем-то, хорошей терапии для популярных, ромофобных типов нет. Иногда сунетиниб, хотя бы в рамках этого исследования, распространялся на эти гистологические типы. Может быть, получен определенный выигрыш, но не в такой степени, как при светлоклеточной гистологии. Поэтому, если мы говорим об этих несветлоклеточных типах, мы понять должны, какие там мишени могут быть, и какие таргетные препараты могут быть разработаны именно для них. У меня есть один вопрос, Роберт. Как вы можете объяснить тот факт, что частота полных ответов при таргетной терапии чуть ниже, чем при иммунотерапии? Одним из ограничений данных препаратов является то, что терапия является длительной, хронической, и не отмечается полной ремиссии на такой терапии. Скоро в Journal of Clinical Oncology французская группа опубликует данные по частоте полных ремиссий на сунетинибе. В общем-то, они отмечаются, но не у большого числа больных. Тем не менее, какие-то резидуальные массы на КТ определяются, даже при длительной терапии. Но важно также отметить, что мы, конечно, видим меньше полных ответов и в других видах терапии рака. И это объясняется тем, что сами методы визуализации улучшаются. Сейчас разрешение такое высокое, что на любой КТ мы что-то увидим. Интерликен-2 говорил, что он дает полную ремиссию довольно часто в 80-х, 90-х годах. Я участвовала в исследованиях по Интерликену-2. И я могу сказать, что полные ремиссии, которые мы тогда ставили, мы ставили на основании рентгенарограмм. Я хотел бы пригласить вас и посмотреть на эти результаты при большем разрешении. Обязательно мы там, наверное, увидим какие-то резидуальные нарушения. Просто частота определения полных ремиссий зависит от того, как тщательно мы анализируем то, что видим на сканах. Спасибо большое всем. Что касается данных по эффективности Томсоролимуса, я уже говорил, что было проведено исследование третьей фазы где-то в конце 90-х годов и в начале 2000-х. Это было первое исследование третьей фазы до того, когда больные уже были набраны до появления сарфениба и сантиниба и были взяты больные с плохим прогнозом, независимо от гистологического типа. Почему мы, собственно, мы нацелили свое внимание на эту группу? Поскольку в исследовании второй фазы было показано, что Томсоролимус хорошо работает, особенно у тех, когда цитокины не дают хорошего эффекта. И первичная и конечная точка – это общая выживаемость. И мы хотели бы быстро получить данные по эффективности. Здесь вы видите первичная и конечная точка – общая выживаемость при втором промежуточном анализе. Эти данные показывают, что медианная выживаемость для Томсоролимуса составила около 11 месяцев по сравнению с 7 месяцами на интерфероне. И вы также видите, и различия были статистически достоверными. Величина АП об этом говорит по этой первичной и конечной точке. Что касается комбинации, то мы не увидели выигрыша выживаемости на комбинации. Я только что говорил, что доза Томсоролимуса была ниже в этой комбинации, а токсичность более выраженная. Что касается других критериев, беспрогрессивная выживаемость и частота объективных ответов, то довольно характерная для МТО-ингибиторов частота объективных ответов не очень высокая. Тот выигрыш, который мы видели, был беспрогрессивный и общей выживаемости. Вы видите, что это была плохая, тяжелая группа. И медиана беспрогрессивной выживаемости в группе интерферона составила 1,9 месяца. Так что с точки зрения беспрогрессивной выживаемости было показано преимущество. А это подгрупповый анализ по разным подгруппам, особенно в группе плохого прогноза. Так же, как и в светлоклеточном и несветлоклеточном гистологическом типе. С тем ограничением, о котором я уже говорил только что. Небольшое число больных плюс относительный выигрыш по сравнению с интерфероном. И не было показано, что интерферон работает при несветлоклеточном метастатическом раке почки. Здесь вы видите один из клинических случаев, которых мы имели в мемориальном центре. Мужчина 62-х лет была выполнена радикальная нефректомия. Вы видите, 4 года назад по поводу ПТ-3АНХМ0 у него была гемотехезия, рвота с кровью, легочные узлы на разных участках массы, включая печень. То есть это метастазы разной локализации. И надпочечники также имели метастазы у него и в дровой почке тоже была опухоль. Выполнили биопсию под контролем КТ и поставлен диагноз светлоклеточного почечноклеточного рака. Он отвечал критериям нашего центра, группа плохого риска. Итак, данного пациента начали лететь в октябре 2008 года там с Ролимасом. И вы видите сканы, которые были позднее выполнены. В 2008 и 2009 году мы видим здесь стабилизацию, улучшение симптомов. Уже не было рвота с кровью. И по некоторым очагам, которые у него были, наблюдалось уменьшение размера на терапию там с Ролимасом. И он оставался на там с Ролимасом довольно долго. В июне 2009 года была уменьшена доза в связи с почечной токсичностью. И затем в октябре 2009 года была отмечена стабилизация. То есть, через год он по-прежнему отвечал на терапию там с Ролимасом. И ответ сохраняется. Стабилизация процесса продолжается. И в октябре 2010 года, ноябрь, и вот и январь 2011 года, когда вдруг на там с Ролимасе началось прогрессирование. То есть, длительность ответа у него 2 года продолжательность, а это группа плохого риска и тяжелая симптоматика. Таким образом, получен очень хороший результат для пациента из этой группы. И вот в то время, поскольку эмоциональное состояние улучшилось, и он вдруг дал прогрессию на этом с Ролимасе, мы продолжили терапию с унитенибом. На с унитенибе он показал ответ. А это второй таргетный препарат. Это все началось в феврале 2011 года. А через 8 месяцев, буквально в прошлом месяце, мы видели этого пациента и увидели, что у него сохраняется ответ на терапию с унитенибом. То есть, именно для таких больных таргетные препараты, которые даются последовательностью, дают оптимальную пользу. То есть, мы видим прогрессирование на одном, переходим на другой. И вы видите, мы дали ему там с Ролимас, поскольку у него был плохой прогноз, он ответил на препарат и отвечал до тех пор, пока нам не пришлось его перевести на с унитениб. Еще два случая. Трудные опухоли, которые не ответили на терапию там с Ролимасом. Мужчина 41 года с абдоминальной болью. КАТ показала 20-сантиметровую массу правой почки и ретроприняльные лимфоузлы. Выполнена нефрактомия. В ней обнаружено хромофобный рак почки с аркоматоидными чертами. После операции не было обнаружено, так сказать, признаков опухоля. Но через три месяца после операции у него быстрое прогрессирование заболевания и легочные метастазы. Здесь вы видите гистопатологию. Хромофобные опухоли, как правило, и имеют по сравнению со светоклеточным невыраженное течение. Но в любом случае данная опухоль была очень агрессивной. Она имела саркоманоидные черты. И за последний год у меня было пять таких пациентов, и они выживают буквально один месяц. Здесь вы видели, что мы начали его лечить с унитимом в октябре. Затем он дал прогрессию, и мы перевели на его, на темсоролимость, и буквально через месяц опять прогрессирование. И тогда мы начали программу химиотерапии. Но, к сожалению, через 3-4 месяца после прекращения терапии данный больной погиб. Еще один клинический случай. Для того, чтобы показать, какие разные больные в этой группе. Женщина 51-го года. У него неопределенный почечноклеечный рак, КПС-70. Здесь вы видите, до начала лечения ее скан. Она начала лечиться темсоролимусом. Затем темсоролимус отменили. Мы назначили биоцимозумаб. И затем через месяц еще раз отменили препарат. Начали лечить ралутенибом. Через месяц она дала прогрессирование. И убрала через 2 месяца. Таким образом, в этой группе плохого прогноза пациенты могут быть разными. У некоторых ответ сохраняется в течение многих лет. А вот у этих двух были необычные клеточные типы, которые не ответили ни на один таргетный препарат. Что касается безопасности и токсичности темсоролимуса, здесь вы видите нежелательные явления, которые были отмечены в исследованиях третьей фазы. Я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Отмечается гиперлипидемия и повышение сахара. Путь Эмтор является важным с точки зрения регуляции сахарокрови. И поэтому необходимо тщательно следить за больными на темсоролисме и за липидным уровнем и сахаром. Повышение уровня липидов не связано с сердечной токсичностью, но острое повышение уровня липидов говорит скорее о том, что у больного другая проблема. С точки зрения сахара у больных могут быть тяжелые проблемы. У них может быть и диабет. Если вы даете темсоролимус, то тогда за сахаром крови нужно очень тщательно следить. Другие нежелательные явления. На темсоролимусе мы часто видим следующее проявление. Я довольно широко применяю этот препарат с самого момента регистрации. Мне говорят, что на западном побережье я использую этот препарат наиболее активно. Отек нижней кочечности, кожаное высыпание и отдышка, так же, как и стамуртит. Итак, профиль безопасности темсоролимуса. Наверное, при ингибиторах АМТОР может развиваться неинфекционный пневмонит. И необходимо отделять это от инфекции и от прогрессирования. Что касается темсоролимуса и эролимуса, исследования показали, что если больные получают один из этих препаратов, где-то 30-50% больных будут иметь инфильтраты, и около 10% будут иметь симптоматический пневмонит. И если это третья степень, то препарат отменяется, исключается инфекция, а затем дается терапия стероидными препаратами. Что касается кожных изменений на темсоролимусе, то здесь картина другая. Вот такого рода кожные высыпания могут отмечаться. Но в основном это высыпания самоограничены и пропадают, если даем местные картикоиды. Вот как выглядят на спине такие высыпания, макулярные высыпания, которые часто отмечаются при использовании темсоролимуса. Приходят и исчезают. Стоматит. Все ингибиторы МТУР, включая темсоролимус, связанные с такими картинами, это вот наши пациенты, которые вылечили темсоролимусами, и у него стоматит образовался. Классическая картина. И на языке, и на губах. Такая картина. Как правило, мы пытаемся контролировать ситуацию без уменьшения дома. Иногда кортизол дается в качестве для орошения. Но иногда приходится и дозу уменьшать из-за развития такого стоматита. Еще одно нежелательное явление. Хроническое применение МТУР ингибиторов, включая темсоролимус, это отек нижних конечностей. Это отмечено и в исследованиях третьей фазе. А чем больше мы применяем этот препарат, чем чаще видим такие картины, вы видите, больного лечили интенсивно темсоролимусом, и уже происходят какие-то хронические изменения в результате такой отечности, конечности. Это довольно серьезное осложнение на терапии темсоролимусом. И, как правило, мы рекомендуем поднимать ноги, носить компрессионные чулки и применять диуретики. Еще одно нежелательное явление, о котором вы должны знать в связи с применением этого класса препаратов, это изменение ногтей. Я не могу этого слова произнести должным образом, но вот такого рода воспаление вокруг ногтя, которое часто отмечается на применении ингибиторов МТОР, а в основном это стафилококковые инфекции, и мы посылаем наших больных дерматологам, и там им назначают короткий курс антибиотиков. Я закончу, показав еще два слайда. Было проведено два исследования ПАМ-Тессоролимуса, которые важны для нас. Первое. Наблюдались неясности, что делать после прогрессирования на первой линии, что давать МТОР или же давать терезинкинезные ингибиторы. Например, Эверолимус. Но мы увидели, что в первой группе темсоролимус используется в качестве терапии второй и третьей линии, но нет данных, которые подтверждали бы пользу этого подхода. И здесь вы видите рандомизацию МТОР и ингибиторы терезинкизана в качестве терапии второй линии. Мне кажется, это исследование очень важным. И мне интересуют данные по темсоролимусу. И, кроме того, мы поймем, насколько работает механизм переключения, когда мы перевозим с МТОР ингибиторов на ингибиторы терезинкинез. Это исследование в этом году будет представлено на АСКО и, может быть, в следующем году на ЭСМО. Еще одно исследование по темсоролимусу – это исследование интеракт. У меня вторая фаза показана, но БИВЦЗМА плюс интерферон и темсоролимус плюс интерферон. Темсоролимус как терапия первой линии. Мы должны получить данные этого исследования в следующем году. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать по темсоролимусу. Я считаю, что этот препарат очень хороший и полезный. Есть ли данные, как изменяется качество жизни у пациентов, которые имеют ЭКОК статус 2 и больше и получают темсоролимус? Оно ухудшается, качество жизни, или улучшается? Не было проведено хороших исследований по качеству жизни при использовании темсоролимуса. Был анализ, который называется TWIST, и он был опубликован после проведения третьей фазы исследования. Но, в общем-то, тщательно качество жизни не оценивалось на темсоролимусе. Обычные шкалы, и у РТС, и другие шкалы использовались. Вот эти исследования третьей фазы, там есть какая-то информация по качеству жизни, и скоро какие-то данные появятся. Пока что их нет. С точки зрения больших исследований третьей фазы, которые уже опубликованы, то было два исследования, где проводился анализ качества жизни на сарафинибе. 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 Пожалуйста. Ну, мы знаем, что частота агрессивных эффектов на сарафинибе у пациентов с неблагоприятным прогнозом. Поэтому, на что мы можем рассчитывать, это на стабилизацию заболевания. Мы знаем также результаты сунетениба у пациентов, но, правда, преимущественно с благоприятным и промежуточным прогнозом, и частота объективных эффектов у сунетениба максимальная по сравнению с другими таргетными препаратами. Вот вопрос. Знаем, есть ли данные по частоте объективных эффектов сунетениба у пациентов с неблагоприятным прогнозом? И что бы Вы выбрали для больного, у которого неблагоприятный прогноз и симптомные метастазы? То есть, вот в такой ситуации Вы бы отдали предпочтение в пользу сунетениба или темсоролимуса? Я показал Вам данные буквально час назад по пациентам плохого прогноза. Вы правы. Что касается темсоролимуса ингибиторов МТО, конечно, они не увеличивают частоту объективного ответа. Темсоролимус и эверолимус дают нам, как правило, стабилизацию. А если мы посмотрим на уменьшение объема опухоля, то увидим, что объем опухоля уменьшается на такой степени, чтобы мы поставили естественный ответ. Сунетениб в группе благоприятная промежуточная простоза дает высокую частоту объективных 50%, а в группе плохого прогноза данных мало. Были какие-то данные опубликованные, сунетениб сравнивался с интервероном. И затем расширение исследования Аксесс. Медиана без прогрессивной выживаемости составляет 1,7 месяца для глупо-порхного прогноза. Это похоже на то, что мы видим для темсоролимуса и сунетениба. Мы не публиковали частоту ответов. Я могу лишь вспомнить, что было только без прогрессивной выживаемости там. Что касается, если больной в группе плохого прогноза, но у него нет усталости, связанной с заболеванием, то у вас может быть выбор, что дать, темсоролимус или сунетениб. Однако, если больной в тяжелые, который испытывает усталость, то тогда темсоролимус, наверное, лучше. Различие в этих двух препаратах заключается в том, что сунетениб связан с усталостью. Это самый частый нежелательный эффект. А темсоролимус нет. В общем, индивидуальный выбор врача и пациента. Роберт, у меня к вам вопрос. Довольно практического порядка. Если вы видите больного с метастазами, несведоклеточной гистологией, первичные опухоли у него на месте, нужно ли выполнять нефрактомию в данном случае, поскольку субгрыковой анализ показывает, что темсоролимус может дать хороший ответ при такой несветлоклеточной гистологии, если почка не удаляется. Если у них есть на месте опухоли и несветлоклеточная гистология, папиллярная или хромофобная, и если есть симптомы гематурии и другие симптомы, то лучше все-таки удалить опухоль. А если нет, то вряд ли операция принесет пользу. Различие между светлоклеточной и несветлоклеточной гистологией заключается в том, при несветлоклеточной гистологии опухоли намного меньше. Светлоклеточный рак с метастазами и опухоль сама довольно большая, а папиллярные опухоли и другие опухоли несветлоклеточного типа характеризуются небольшим размером, ну 3-4 см. и связанные с развитием метастазов. Так что я не вижу никакого преимущества в удалении почки. Может быть мой вопрос не очень корректен по отношению к ученому, который разработал критерии MSKCC прогностические, но он такой. В Соединенных Штатах Америки реально сколько врачей оценивает прогноз по критериям MSKCC до назначения препарата? И основывается ли выбор врача на этих критериях? Или это происходит так? Пациент в хорошем состоянии, имеет хороший эко-кстатус, значит он имеет хороший прогноз. Или ослабленный пациент, и он имеет плохой прогноз? Ну, я слышал Ваш вопрос не полностью, но в любом случае, когда Вы следуете за больных, как часто применяются все эти критерии? Или же просто врач смотрит на больного и судит? У нас нет информации, которая позволила бы отметить на этот вопрос. Критерии, конечно, следует применять, но с точки зрения реальной практики в медицинском сообществе, мы не знаем, насколько врачи строго следуют этим критериям, и насколько они оценивают функциональное состояние пациентов. Конечно, критерии лучше применять, поскольку данные, полученные именно при использовании этих критерий. Спасибо.